Продолжение следует... 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 Бог дал вам такую власть. Какое потрясающее приглашение и множество возможностей Бог положил прямо перед вами. Давайте же сегодня откроем Слово Божие и попросим направить нас к этой экстраординарной жизни. Я уверен в том, что после сегодняшней проповеди вы узнаете, что это такое. Я хочу посвятить имеющееся у нас время тому, чтобы поговорить с вами о вашей экстраординарной жизни. Я приведу вам три простые мысли, которые касаются вашего путешествия по вашей экстраординарной жизни. Один из них — это жизнь с целью. Это цель, которая избавит вас от разочарования и несправедливости и приведет вас к жизни, полной удовлетворения и наслаждения, как в этой жизни, так и в вечности. Это возможно. Бог дает вам все необходимое. Он будет верен в условиях этого договора, если вы и я изберете его. В послании к евреям, 12 главе, 2 стихе, говорится так. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Почему нужно переводить внимание на Иисуса? Да потому что очень легко отвлечься на другие вещи. Отвлечься на обстоятельства, ощущения или чувства усталости. Мы можем отвлекаться на множество вещей. И приглашение состоит в том, чтобы смотреть на Иисуса. У него есть звание, которое гласит «Он начальник и совершитель нашей веры», который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест. Он стал примером для всех нас. Написано, что Ему принадлежала радость. Но между радостью и исполнением Его миссии была одна маленькая деталь — крест. Вполне возможно, что между дарами Бога для вас и тем местом, где вы находитесь сейчас, будут какие-то препятствия. Поэтому нам и сказано взирать на Иисуса. Запомните, Он назван автором нашей жизни. Я должен сказать, что это будет экстраординарная жизнь для всех нас. Планы Иисуса для вас непосредственные, необычные. Это не второстепенная вещь. Он создал вас для этого времени и этого места для чего-то значительного в Его Царстве. Но больше мне нравится то, что Он не только автор, но и совершитель нашей веры. Он отвечает за нашу жизнь. У Него есть сила помочь нам дойти до конца. Это так хорошо. Иисуса никогда не пугают наши обстоятельства. Дикие звери не смущали Его. Болезни не смущали Иисуса. Смерть не смущала Иисуса. Штарма не смущали Иисуса. Римские солдаты не испугали Иисуса. Римские правители, грозящие Ему расправой, не испугали Иисуса. Он сказал Пилату, «Вся твоя власть дана тебе моим отцом». Другими словами, он сказал, «Господин, я легко могу сместить тебя». Это новый перевод. Но он сказал, «Ты делаешь то, что должен делать, потому что я должен пройти этот путь». Как вы думаете, что Иисус сказал женщине, заявившей, «Пастырь, я хочу пройти с тобой твой путь, будь он приятным или неприятным, счастливым или несчастливым, чтобы не случилось, я с тобой». А мы останавливаемся, когда Бог не делает то, чего хотим от Него мы, и начинаем Ему угрожать. «Бог, я не буду служить Тебе, я не буду слушаться Тебя». Вот так мы относимся к своему другу. Так часто происходит. «Бог, я был в церкви уже три раза, а Ты до сих пор не ответил на мою молитву?» Он совершитель нашей веры. У Него есть право предвидеть итог нашего пути. Мы должны доверять Ему в своей жизни. Нам нужна ясная цель. Что Бог запланировал для нас? Привезти нас на небеса. И только? Нет, чтобы наша вечность была плодотворной для Него. И цель времени — это наше преображение. Мы рождаемся в этот мир довольно эгоистичными созданиями. Но назовите ли вы новорожденного злом? Мы рождаемся эгоистами. Нам нужна помощь зрелых людей и Духа Божьего, чтобы расти и меняться. Если вы последуете за Господом, Он начнет перемены в вашей жизни. Цель в переменах, а не просто в молитве грешника. Цель не в крещении и хождении в церковь. Если бы только можно было ходить в церковь просто, чтобы стать последователем Христа, это было бы здорово. Одно посещение делало бы вас здоровым, но права не делают из вас хорошего водителя. Это не так. На дорогах много людей с правами, но им там быть не стоит. Цель в том, чтобы мы изменились. Давайте откроем первое послание Коринфянам, шестую главу, и посмотрим, что по этому поводу говорит Писание. Написано «или не знаете». Если в Библии сказано «разве вы не знаете», выходит, что мы действительно не знаем. Здесь сказано. Или не знаете, что неправедные царства Божьего не наследуют. Иногда кажется, что у неправедных все в порядке. Храните свое сердце. Ведь иногда вы смотрите на неправедных и думаете, «Вот бы и мне быть неправедным». Ничего не выйдет. Вы что, не знаете? Понимаете, что неправедные царства Божьего не наследуют. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царства Божьего не наследуют. Одиннадцатый стих ключевой. «А кто-то из вас был таким?» И это написано для церкви. Написано для церкви. Здесь приведен целый список неправедных занятий. Мы были такими. Да. Теперь мы моемся, бреемся, одеваемся и приводим себя в порядок. Но стоит нас задеть, и этот список подойдет под наше описание. Но я говорю в прошедшем времени. Все перечисленное здесь — противоположность настоящему. Здесь описаны две противоположности. То негативное, что было раньше, и то, что мы обрели, поменяв направление. Вы были такими. Но вы были омыты и освящены. Вы были оправданы во имя Господа нашего Иисуса Христа и Духа Божьего. Это не исчерпывающий список. Но если вы боретесь с неправедными вещами, это не значит, что вы неправедны. Покайтесь, обратите к Нему свое сердце, скажите, Бог, я хочу действительно быть с Тобой. Я не думал, что это будет так тяжело. Подчас внутри меня просыпается странное влечение к неправедным вещам. Я говорю, Бог, помоги мне. Мы были такими, но теперь омыты, освящены. Мы оправданы. Сила всемогущего Бога, Создателя, Вселенной, всего, что в ней помогает нам меняться. И это весьма и весьма хорошо. Но есть сложность. Не все так просто, как кажется. Возрастать в Боге так же непросто, как возрастать в мире. И одной из сложностей является то, что нам нужно быть целеустремленными. Это непросто. Я прочитал однажды, что обилие вариантов выбора в среде влечет за собой склонность к посредственности. Чем больше у вас выбор, тем больше вероятность, что ничего значимого в какой-либо сфере вы не сделаете. Потому что, когда становится трудно, вы просто переключаетесь на другой вариант. Но если у вас есть один вариант, и вы работаете над ним, то, скорее всего, вы добьетесь успеха. Но держаться одного направления не так уж и просто. Мы очень, очень благословлены с вами. У нас так много всего. Столько церквей, столько вариантов, что мы даже начинаем спорить между собой. Но это так глупо. Мы нужны друг другу. А мы начинаем спорить по поводу перевода в Библию. Вы что, шутите? Где-то нет вообще ни одного. Целеустремленное мышление не так просто сохранить. Я предлагаю вам открыть послание Галатам, пятую главу, седьмой стих. Здесь написано «вы шли хорошо». Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? То есть вы хорошо шли, и у вас было все необходимое для этого. Но вдруг что-то остановило ваш шаг, и теперь вам нужно восстанавливать силы и настрой, чтобы двигаться дальше. У профессиональных христиан, вроде меня, есть трудность. И я с сожалением признаю этот факт. Вас приучают создавать что-то вроде «папки Бога». У вас когда-нибудь была папка «Бог»? Я знаю Бога. Я хожу в церковь достаточно регулярно и даже был добровольцем в каких-то мероприятиях. Это папка «Бог». У меня также есть папка «Семья». Папка «Друзья». Папка «Развлечения». И еще одна папочка «Бизнес». И все это аккуратно организовано. Но быть последователем Христа не означает иметь папку «Бог». Но значит пустить Бога во все папки. Вы пускаете Бога в свою семью, к своим друзьям, в свои развлечения, и приглашаете Бога во всю свою жизнь. Но дело в том, что мы не делаем этого сразу. Для некоторых из нас пойти в церковь — это уже максимум приближения к Богу. Мы выдерживаем только 60 минут, и затем нам нужно на волю. Нам нужно решить, достаточно ли этого, или мы хотим чего-то большего. Как глупо предлагать всем широко открыть для Бога свою жизнь. Но нужна всего лишь целеустремленность и немного усилий, чтобы сказать, «Я буду продолжать приглашать Бога в свою жизнь. Я все еще работаю над этим». Я все еще работаю. Думаю, и вы тоже. Мы не хотим притворяться. Я в церкви всю жизнь. Это немногое значит. Мы должны быть целеустремленными, чтобы сотрудничать с Богом. Есть еще одно требование. Если вы собираетесь прийти к хорошему итогу и сделать что-то экстраординарное для Господа, нужно терпение. Мне не нравится это слово. Не могу сказать, что я большой фанат терпеливости, но я могу рассказать, как это делать. Я больше фанат микроволн. Я помню, когда это изобретение только появилось, я был совсем крохой. У меня хорошая память. Это устройство стояло на столе и могло вскипятить воду за 60 секунд. Ух ты! Мы кипятили воду только чтобы посмотреть. Эй, гляди! Как она это делает? Это такие лучи! Запечь картошку за 6 минут! Раньше на это уходил целый час. Это было круто, но настоящей бомбой для нас был попкорн. Можно было положить пакет попкорна, и через 3 минуты все готово. Раньше попкорн мог приготовить только профи. Для этого требовалась горячая печь. Умение. Масло и сноровка. Выклали попкорн, потом встряхивали его, пробовали его, так и так, и эдак. Дети так не могли. Нам требовалась помощь взрослых, чтобы приготовить попкорн. Но теперь я мог положить пакет в печь, и через 3 минуты все готово. Да, даже не 3, а 2 с половиной. Но я всегда стоял рядом и проверял, на месте он или нет. Теперь вы понимаете, что терпение — это не первое слово в моем словарном запасе. Но если вы и я собираемся совершить то, к чему призвал нас Бог, мы примем это слово. Откройте первое послание Коринфянам, 9 главу. Здесь написано «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но награду-то получает один? Так бегите, чтобы получить?» У многих из нас хорошая история о начале нашего пути с Богом — обращение в веру, приход в церковь, обучение, крещение и так далее. Это прекрасно. Но если вы никогда не принимали решение стать частью Божьего царства, я настоятельно советую вам это сделать. Но если вы приняли такое решение, я приглашаю вас сфокусироваться на итоги вашей гонки. Приз получают не те, кто начал, а тот, кто дошел до конца. Павел ясно говорит «Бегите так, чтобы добежать до конца». По опыту своей жизни я обнаружил, что между началом и итогом изникает множество препятствий. Ваши ноги говорят «Мы устали, остановись». Ваши легкие говорят «Воздуха нет». Ваш мозг говорит «Что за дурак толкает меня на это?». Множество препятствий. Есть то, что вам отчаянно потребуется, если вы собираетесь устоять и вытерпеть это. Это ободрение. Это не то действие, о котором Библия говорит. Будем увещевать друг друга каждый день. Для меня трагедия знать, что христиане известны у неверующих как любителей покритиковать. Точнее всего, это можно назвать отравлением. Но мы часто учимся судить друг друга и критиковать друг друга охотнее, чем вдохновлять друг друга. Я не поощряю льстивое христианство, это будет только разрушать. Мы несовершенны и должны помогать друг другу. Если вы увидели у кого-то какой-то недостаток или какое-то неумение, не осуждайте его. Ободрите его. Пригласите его к лучшим дарам Бога. Сделайте все возможное, чтобы убрать разницу между вами. Несколько лет назад мой друг пригласил меня пробежать с ним пятикилометровую дистанцию. Я никогда этого раньше не делал. В конце гонки он уже бежал позади меня. Но я подготовился. После приглашения я стал бегать по утрам, прежде чем просыпались мои дети. Мои ноги вопили. Что мы делаем? В начале гонки я еле перебирал ногами. А через какое-то время? Просто пытался найти кислород для поддержки. Я чувствовал себя пылесосом, который всасывает воздух. Я помню, как завернул за угол дороги. И там стояла группа из 15 или 20 человек. Когда я завернул туда, они начали аплодировать. Они закричали «Отлично! Ты справился! Молодец!» Но там был только я. Я не думаю, что это было неискренне. Они кричали «Ты классно выглядишь!» Я подумал «Да!» Ух ты, я чувствую в себе олимпийский потенциал. Я понял, что мне нравится ободрение. На протяжении всего пути вдоль дороги стояли люди, которые подбадривали меня, и когда я добегаю до финишной черты, пот льется с меня градом. Я хватаю ртом воздух, а они мне аплодируют. Я изо всех сил старался дойти до конца, потому что не хотел разочаровать тех, кто болел за меня. Разве не чудесно было бы, если бы последователи Христа стали такими же… Мы не должны закрывать глаза на недостатки и неправедность. Но нам нужен этот голос, потому что нам нужно вытерпеть. Если вы слышите его сегодня, и вы у финиша своего пути, я хочу сказать вам, не останавливайтесь. В послании Галатам сказано «не унывать, делая добро», потому что в назначенное время пожнем, если не ослабеем. Могу сказать по опыту своей жизни, что сейчас назначенное время урожая. Я говорю Богу об этом. Настало время урожая. Поспешай, Боже. Самые большие жалобы у меня вызывали сроки Бога. Я не всегда понимал их, но доверял Богу. Если вы устали, измождены и чувствуете, что несете больше, чем способны перенести, не сдавайтесь никогда. Не уходите от Бога. Если чего-то не понимаете, скажите Ему об этом. Бог вытерпит ваш гнев по поводу Его действий, но не сдавайтесь. Он любит вас. Я хочу завершить этот урок еще одним приглашением. Я говорил о нем раньше, но хочу раздать его вам после этого служения. В течение недели нам нужно начать. Два года назад, в Новый год, мы начали всем собранием и посвятили себя тому, чтобы научиться молиться по-новому. Мы работали над этим вместе, и я верю, что мы преуспели. В итоге мы произнесли посвящение нашим Библиям. Мы решили посвящать больше времени чтению наших Библий по-новому, и многие из нас в прошлом году заново перечитали свои Библии. Планируя этот год, мы поняли, что недостаточно быть прихожанином церкви. Мы поняли, что нам нужно расти в вере и рассказывать об Иисусе не только на служениях поклонения. Мы стали обсуждать это, придумывать идеи. Мы говорили об этом, молились. Пару месяцев назад случилось неожиданное. Один из лучших консультантов по планированию времени вышел на связь и заявил о желании поработать с нами. За несколько недель до Нового года мы начали работу и записали шесть десяти-минутных видеороликов об экстраординарной жизни. Мы взяли интервью у нескольких людей. Раймон Берри, которого вы видели на днях. Также Чарли Дэниелс, которого вы видели пару недель тому назад. Это люди, которые могут рассказать значительные истории их жизни. Эти интервью идут по четыре, пять минут, и они вмонтированы как свидетельство в мои десяти-минутные уроки по экстраординарной жизни. На этом DVD шесть таких сессий. Затем мы составили план обучения. Это расписание занятий для малых групп. Шесть уроков с вопросами. Вы смотрите видео и затем отвечаете на вопросы, которые служат пищей для обсуждения. И вот мое приглашение. Я хочу попросить вас подумать о том, чтобы открыть свою жизнь, свое сердце и свой дом, чтобы пригласить нескольких друзей. Это могут быть друзья из церкви, коллеги, члены вашей семьи или соседи. Вас может быть шесть, восемь, десять или даже двое или трое. Но пригласите своих друзей в свой дом, посмотрите диск и сделайте задание. Это небольшое приключение на шесть недель. Никто не придет к вам, пока вы его не пригласите. Возможно, вы пригласите кого-то, а он не придет. Это нормально. Это не странно, но я советую вам сделать это. В вашем бюллетене есть карта, пожалуйста, найдите ее. Она выглядит вот так. На одной стороне рисунок с надписью «Экстраординарная жизнь», а на другой — место для вашего имени и контактов. Я скажу, что я чувствую по поводу всего этого. Знаете, что такое точка доступа? Я не очень разбираюсь, но расскажу в общем. У нас есть много мест, где можно подключиться через Wi-Fi. Вы берете свой компьютер, подключаетесь к сети, смотрите почту и делаете все, что вам нужно. Это и есть точка доступа. Есть места, где можно выпить чашку кофе, и вы наверняка замечали там людей, которые сосредоточенно что-то делали. Представьте свой дом как точку Бога. Мы хотим, чтобы там, где вы живете, работаете, делаете свое дело. Появилось много таких точек Бога. Там будут все ответы. Мы просто хотим вести экстраординарную жизнь. Если вы соберете своих знакомых, то можете сказать, «Ко мне заходили мои пасторы». А если они устанут, просто выключайте диск. Все вполне удобно. Мы хотим расширить круг наших зрителей. Такие же приглашения мы раздаем людям и в нашем собрании. Все это открывает ваше сердце, ваш дом и вашу жизнь. Пригласите ваших друзей и попросите Бога помочь вам совершить это путешествие вместе. Мы даем вам те же инструменты. Мы вышлим вам этот диск и руководство по изучению. Просто свяжитесь с нами по адресу, указанному на экране. Но я хочу помолиться, чтобы Бог использовал вашу жизнь среди всего вашего народа, чтобы открыть дома и сердца для целей всемогущего Бога. Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого человека, который услышал это послание и это приглашение. Я молюсь, чтобы каждому пришла смелость и дерзновение встать и сказать, «Бог, я хочу перемен в своей жизни. Я хочу вместе со всемогущим Богом рассказывать об Иисусе по всей земле». Спасибо во имя Иисуса. Прежде чем расстаться, я расскажу вам о приглашении. Каждый год на Пасху у нас проходит большое пасхальное богослужение. Мы располагаемся в центре Мёрфи. Так что, если вы живете неподалеку, заходите к нам. Будет два служения, максимально идентичные, насколько это возможно. Первое вечером в субботу, 30 марта, и второе воскресенье утром в пасхальное воскресенье, 31 марта. Да благословит вас Бог. Увидимся на воскресенье нашего Господа Иисуса Христа. Для бесплатного экземпляра руководства, для изучения в малых группах «Ваша экстраординарная жизнь» на DVD, заходите на сайт intentresources.com. Если вы хотите заказать серию проповедей о вашей экстраординарной жизни на CD или DVD, заходите на сайт, адрес которого вы видите на экране. Вы также можете заказать эти материалы, написав нам в церковь «Влияние» по адресу, который вы видите на экране. Пасха. Большое событие Церкви «Мировое влияние». Суббота, 30 марта, в 6 часов вечера. 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 Суббота, 30 марта, в 6 часов вечера.